Когда убеждает золото, лечь бессильно. При этом Даша, я такая мало-серстрепущая, потому что у нас дикая-дикая жара. Просто стоит человеку выйти на улицу, и он сразу плавится. Вот в такой степени примерно. Что могла я с собой сделала? Всё. И я не сверсильно. Это видео о том... Ну, собственно, название вам уже всё сказала. Что я читаю, когда мне нечего читать? Казалось бы, вы можете это прокомментировать так. Как может быть нечего читать в период электронных книг? У тебя у самой есть электронная книга, в которой на 4 страницы закачано чтиво. Ну, то есть вы не знаете, что у меня на 4 страницы закачано чтиво, но так и есть. Но дело в том, что я очень люблю бумаги в их естественном виде. Я чередую. То есть я читаю одну электронную и две-три бумажных, чтобы компенсировать недостаток тактильных и обонятельных ощущений во время чтения электронной одной. Поэтому, да, у меня всё-таки бывает такое, когда мне нечего читать. Итак, что же я читаю, когда мне нечего читать? Во-первых, это совершенно любая повесть Крапивина. Во-первых, они небольшие, очень поднимают моральный дух, заставляют быть хорошим человеком, потому что пропагандируют такие высокие моральные ценности. И у Крапивина повести двух жанров, грубо говоря. Это из серии «Великого кристалла» и такие повседневные. Вот. Я чаще читаю всё-таки повседневные, хотя они из серии «Великого кристалла». Очень много, что нравится. Например, «Белый шарик» Матроса Вильсона в «Любимчиках». Ещё есть другие издания. Так что подойдёт для меня любая книга Крапивина в такой ситуации. Далее. Книги Владимира Леви. Это психолог. Умнейший мужик, просто умнейший, разумнейший гений. И он пишет доступным языком, что совершенно прекрасно. Мне, кстати, сейчас полностью случай, когда мы учились в институте, ещё на первом курсе, и наша преподавательница по общей психологии, мой однокурсник спросил, «Зачем вот эти все сложные понятия, термины, бедным студентам голову завивать?» И она ответила, что для того, чтобы психологи внутри своего круга могли общаться профессионально, то есть для того, чтобы обозначить... Что со светом? Для того, чтобы обозначить некий случай, свойство, особенность. Если говорить на обыденном языке, требуется несколько слов. Если говорить на профессиональном, требуется только одно. Вот. Ну, так слову не пришлось. Так вот, Владимиру Леви, он понравится и профессионалам, и любителям, потому что он вообще гений. Он гений, 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 гений. У меня немало книг его. Вот. Кто видел моё видео с психологической полочкой, кто знает. Далее. Белянин. У него есть несколько книг, особо мной любимых. Например, «Моя жена ведьма». Это вообще эпичная вещь. Потом «Меч» и «Лонграфта», что-то такое. И «Багдадский вор». Вот это вот троица, прям моя любимая. Но тут есть недостаток. И вот те, кто изучал психологию маркетинга, об этом недостатке знают. Чем юморнее вещь, тем она быстрее надоедает. Потому что она очень-очень запоминается хорошо. Поэтому её хорошо используют в рекламе, с одной стороны. А с другой стороны, как я уже сказала, она очень-очень-очень запоминается. Все шутки и прибаутки. И поэтому перечитывать сильно часто, как-то вот в силу вот этого фактора. Но вообще люблю. Так, далее. Фрэнсис Элизабет Бернетт. Тут у меня есть, опять же, троица. Такая любимая, фавориты мои. Это... Вот я сейчас перечитываю, это единственное, «Сад». «Маленькая принцесса» и «Лорд Фаундлеры». Вот всё вот. Любовь из большой буквы у меня вот к этим книгам. Обожаю просто безумерно в них. Писательница учит быть смиренными, добрыми, чуткими, любящими людьми. Всегда думать о чувствах других и быть внимательным другим людям. И не зацикливаться на себе, не быть эгоистом. Вот, очень добрая повесть. И я безумно их люблю. Далее. Джейнер, конечно. Куда без Джейнер? Это вообще классика зарубежная. Из-за заряда тех, которые должна прочитать просто каждая девушка. Это просто удивительная история о сироте, которая жила в условиях «Золушки», скажем так. У неё была очень неприятная семья. И потом, не сказать, что приятная жизнь в учебном заведении. Забыла, как называется. Там склероз, такой склероз. Ну, типа, заведение, когда ты уезжаешь... Не уезжаешь домой. Если уезжаешь, то только на каникулы. Вот. И потом... И вообще, в общем, у неё сложная жизнь. Ну, блин, как это интересно. А концовка книги, она вообще нереально предсказать. Надо цветок подвязать. Её нереально предсказать. И этим она просто удивительна. Потому что я обожаю, когда трудно догадаться, чем всё дело кончится. Так как я легко обычно догадываюсь в таких вещах. Я обожаю, когда я не могу это сделать. Я вот, знаете, я даже не помню, чем она... Чёрт, я вспомнила. Вот. Ну, и последняя книга, которую я хочу назвать. И наиболее часто мною перечитываемая. Это «На топ-конце Радуги Сесилия Ахерн». Это жанр подойдёт, наверное, не всем. Он у любителя. Дело в том, что там нет сюжета в привычной нам форме. Он подаётся путём переписки. СМС-ками в чате, в Аське, обычными бумажными письмами, электронными письмами, открытками. То есть, вот, всеми способами, которые можно писать, нам подаётся вот в сюжетной линии. Да. Это вот были те книги, которые я читаю, когда мне нечего читать. Надеюсь, вы из этого что-то подчеркнули новое. И я желаю вам, чтобы там, где вы сейчас находитесь, была такая погода, какая вам прям надо. На этом всё. Всегда ваша Даша. Ну, и до скорых книг традиционных. Даша. Ну, вот, все. Продолжение следует...